Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! Действительно, исторических и таких замечательных мест, достопримечательностей в Евпатории очень много. Об этом мы поговорим с гостем нашей студии сегодняшнего. Павел Мхорошко, Павел Гатрутич, доброе утро! Доброе утро! Спасибо, что пришли к нам в студию. Но какие достопримечательности пользуются спросом у крымчан и у гостей полуострова? Самое главное, во всех приморских городах это море. И уже остальное потом. Это история наша. Это более 25 веков. Это сохранившаяся синяковая часть города, которую мы назвали совсем недавно Малым Иерусалимом. Ее уже знают, ее уже требуют, хотят гулять на ней. Но в то же время море есть везде, на всем полуострове. Чем так привлекательно именно море Евпатории? Псчаногалечная смесь мы называем. Ее сейчас все меньше и меньше. Но все равно море, когда можно войти, тем, кто не умеет плавать, медленно, спокойно дойти до пояса и мужественно вернуться на берег. Они уже поплавали. Регко копать детей на таком пространстве. Безопасно. Такой больше семейный отдых. Семейный отдых, да. Евпаторию всегда это семейный и детский отдых. Социально ответственные семьи едут в Евпаторию. Ну, а достопримечательности есть? Какой-то топ самых популярных мест, куда идут, куда просят вас сводить, рассказать? Это уже есть у нас не предложенный малый руслин. Уже нельзя. Они уже знают, они уже требуют, они уже записываются уже зимой к нам. На некоторые дни. Притом многие хорошо подготовлены. А будут ли крепостные ворота, а дом Базар-Копосы? А будут ли 40 минут, кроме экскурсии, выпить чашку кофе, съесть власти? Если этого нет, следующая экскурсия будет набрана наполовину у вас. Расскажут, что кофе не дали выпить. Все, именно там надо выпить. Хорошо. И там прекрасная сказка. И, пожалуй, из маршрута Малу-Салим это доступно и детям. И взрослым. Прекрасное такое собрание. Ну, а следующий это столица русских караимов. Указ русского императора. И до сегодняшнего дня знают, что там был и Александр I, и Николай II. И я там обязан подклывать. И были прекрасный рассказ. Тенистый дворик. Мраморный. И светлый. Абсолютно южный. Абсолютно наш. И опять-таки, после этого можно зайти в кафе Караман. Человек все равно три раза в день должен кушать. Ну, старый город, он, в принципе, интересный. И эта брусчатка, это какие-то, ну, здания исторические. Они несут тоже историю. И на них интересно просто посмотреть. Вот, насколько много мест у нас именно в старом городе? Ну, вот я как бы назвал две точки. Третье. Обязательно надо сходить в собор святого Николая Годника. Он покровитель путешественников и мореходов. Даже это люди не христиане. Идут, потому что знают. Он покровитель. Ну, и помните, что еще он спасал детей. Прятал золотые монетки. И с тех пор, под Новый год, кто-то что-то прячет. Иногда в носочке. Как это делал Николай Годник. В древности. Потом такие дырвиши. Это какая-то тайна. Это действительно мистические течения. Философия ислама. Которая, на самом деле, в сегодняшнем исламском мире России не рассматривается. Это, собственно, доктрина. Это уже глубокая история. Это экзотика. Это всем интересно. Вот. Мечеть Хан-Джами. Там 18 крымских ханов предстали перед народом Крыма. Ну, безусловно, надо войти. А в жаркий день удовольствие посидеть на ковре и слушать сусовода. И потихоньку отдыхать. Там, наверное, будут кондиционеры, потому что стены очень толстые. Не прожигается солнце. Ну, а к нам едут откуда? Это вот сами больше крымчане или же гости полуострова? И гости полуострова, и крымчане. Крымчане в основном путешествуют зимой. Вот завтра приедут федосийцы. Сусоводы. 35 человек. У них первые заявки сегодня. Наше озеро Сосекси-Вош. Сульпром. Вот с прошлого года. Спасибо, Олеся Викторовна Харитоненко. Нам опять открыли Сульпром. Потому что были проблемы технологического характера. Они решены. И вот тоже. Озеро не розовое. Ничего, мы посмотрим. Хотя под федосией есть свои розовые озера. Ну, это замечательно. У нас очень, правда, много замечательных таких и красивых мест. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в студию. Коллеги, я передаю вам слово и желаю хорошего дня.